всем доброго раннего утра у нас уже пять утра но мне очень много работы поэтому я пока не сплю как обычно и после после работ дарю вам интересные нужные сильные полезные ритуалы создать семью это природная потребность каждого человека именно семью именно настоящее отношение реальные отношения которые приведут к браку к совместной жизни для чего нужен муж женщине как опора как друг но смотря в какое время жизни на и сколько ей лет насколько она зрелый человек и принимает решение понимая исходя из реальности и желательно чтобы брак был осознанный желательно чтобы на всю жизнь но если не получается естественно мучиться не стоит нужно заканчивать отношения и найти того человека или судьба приведет который вам подарит подарить то что вы хотите счастье любовь заботу и так далее каждая женщина даже самая сильная хочет быть слабой хочет чтобы ей помогли чтобы были рядом не обязательно материальном плане чаще всего если это женщина зрелая она может прекрасно содержать себя то есть она самодостаточный человек ей нужна поддержка и помощь в плане морально ну как бы там ни было бывает что годами не встречается нужный человек вы знаете иногда смотришь на красивую женщину рядом с ним с ней дурачок такой и думаешь ну как зачем она выбрала вот такая яркая умная личность мужчины как правило бояться подходить к сильной женщине им кажется что у нее запросов много хотя на самом деле она может очень простой человек очень человечный на удивление гораздо легче с той которая попроще да и поэтому она много лет одинока тут какой-то дурак не особо задумываясь о том какие у нее могут быть запросы что да как просто рискнул рискнул подойти познакомиться а ей настолько нужно было тепло любовь что она согласилась и у них получать семья и вот люди которые живут рядом друзья знакомые ну как она вот такая красавица умница но вот с этим вот а потому что те которые были достойны ее по их мнению да боялись подходить к ней или понимали что не дотягивают до ее уровня но не всегда так иногда бывает что образуются очень замечательные пары любящие друг друга я вам уже говорила каста кастовое разделение людей генетическая расположенность принадлежать принадлежать какой-либо касте и желательно чтобы эти касты с кастой совпали и тогда брак может быть счастливым ну как бы там ни было вот что делать если вам уже в принципе немало лет вальзаковский возраст вот вам 30-35-40 а вы так и не встретили того кого хотели бы попросить судьбу силы вселенной они плохого не посоветуют и плохого не приведут есть у меня лекция называется кто твой любимый и там я разделила королей и рассказала вам о каждом из этих королей это определенный типаж мужчин откройте посмотрите очень интересно потому как мы сейчас с вами призовем его карточной колодой карточная колода обычные игральные карты это прародители наших карт Таро четыре масти четыре масти они не только собственно говоря просто карточные масти они еще и типаж людей они еще и профессия людей понимаете это очень важно потому что вы должны знать какого короля вы предпочитаете итак нужно перетасовать карты сейчас секунду я тут мокрыми руками вышел на мороз и мне выйти потрескалась кожа ну ничего страшного вот таким образом перемешивать колоду с картами связанные ритуалы очень сильно и быстро работают я об этом вам рассказываю итак отделяем королей король червей это мужчина любящий мужчина преданный однолюб как правило поэтому если вам такой нужен значит берете червового короля короля сердца далее король пики король пики это как правило как правило бизнесмен это акула бизнеса это авторитетный человек это человек знающий себе цену у него вокруг огромные знакомства начиная от криминальных людей заканчивая высшими полицейскими чинами то есть это бизнес акула но не спешите сразу выбирать его потому что с ним жизнь тоже нелегкая знаете человек который посвящает свою жизнь все таки бизнесу деньгам он непростой человек и если вам кажется что вы будете всю жизнь обеспечены это может быть но в то же самое время знайте что в любой момент когда вы решите от него уйти вы уйдете с голой задницей даже без детей потому что у него есть достаточно знакомства и силы у вас все отобрать так что учтите еще олигарх то есть человек сильный богатый это следующий король далее так и так покупайте колоду карт в женские дни женский день это понедельник вторник не полная колода куда же я делаю остальных королей ну да ладно я в принципе не делаю этот ритуал учу вас колода не полная но я вам сейчас расскажу куда-то я их вытащила наверное половину использовала и куда-то делась не столь важно так вот женские дни это дни которые заканчиваются на а это суббота среда пятница покупайте колоду карт любую 56 там 36 карта 54 по-разному сейчас даже добавляет несколько джокеров поэтому может быть не торгуясь берете карты новые вам нужно две красные свечи причем они должны догореть вы должны три дня это провести поэтому учтите а на четвертый день отнести карты оставить на перекрестке с определенными словами но перед этим сейчас все по порядку объясню итак карточная колода вытаскивайте для меня не столь важно у вас короли должны быть поскольку я не делаю особо теперь послушайте меня вот выбрали короля значит король червей отвечает за любовь романтику романтику ну человек скажем так однолюб преданный не совсем деловой но преданный очень преданный очень любящий вот твой это вот такой типаж мужчин это у нас бизнес акула это олигарх это человек высокого полета но в то же самое время опасный человек авторитетный человек он еще может быть и криминальный авторитет значит король кресть крести крестовый король это казенный человек это чиновник это военный это полицейский это начальник тюрьмы и так далее и так далее то есть это казенный человек чиновник если вам нужен такой человек служащий который работает адвокат может быть судья прокурор как хотите из этой сферы военный да уже сказала и значит у нас бубновый король это человек творческий актер певец рэпер художник я надеюсь поняли вот какой вам нужен король того и вызывайте этот ритуал можно сделать в году три раза то есть призывайте пришло определенное количество мужчин в вашу жизнь выбирайте не выбрали повторите через некоторое время пока не придет тот самый человек который вам нужен теперь что нужно делать ну давайте предположим вот король сердца на него сделаем тем более что потом еще с бубновым королем я вам ой с королем черви червовый я вам покажу еще работу и так перетасовали карты вытаскивайте остальных королей здесь нету и не столь важно на этого короля читайте я все варианты вам дам чтобы вы поняли кого вы будете призывать этих королей откладывайте в сторону после ритуала их надо сжечь трех королей чтобы они не мешали их не должно быть потому что призыв на того которого вы на которую вы нацелились вот еще раз значит положить сюда зажигаем свечи три ночи к ряду с 0.00 до 0.03 ночи желательно вы проводите этот ритуал свечи зажгли значит свечи догорели огарки свечей выкиньте как откупиться отдаете либо попрошайки либо кому-нибудь деньги определенную сумму сколько вы захотите либо оставляйте на скамейке видно в месте чтобы забрали и говорите возьми столько как все исполнится отдам еще больше и вот когда все исполнится вы встретите этого человека значит если вы там оставили 200 рублей отдадите положите еще раз 400 уже в другом месте можно 400 и сказать откупаюсь за призыв жениха или любимого в мою жизнь вот так вот таким образом и так зажигайте красный свеч черный или красный алтарь выбирайте того короля который вам нужен который должен прийти вашу жизнь опять перетасовывайте карты перемешиваем вот так передавая свою энергию и нужно класть внизу таким образом веером вот итак секунду читать нужно 10 раз после чего берете этого короля короля кладете под подушку и ночью значит эта карта остается под подушкой и весь день остается потому что следующую ночь вы еще раз будете проводить итак вытащили нужного короля зажгли красные свечи веером перетасовывая карты положили сюда трех королей вытащили начитали 10 раз карты прячете короля кладете под подушку трех королей сжигаете ну в какой-нибудь емкости их не должно быть следующую ночь точно так же зажигайте свечи перетасовываете карты вытаскиваете короля кладете на алтарь читайте 10 раз карты спрятали короля под подушку три ночи к ряду на четвертый день ну то есть четвертый день уже это все берете карты этого короля прячете в доме в таком месте чтобы никто не нашел если кто-нибудь увидит ритуал нужно переделывать прячете где-нибудь в доме в кошелек не надо и в сумку тоже где-нибудь в таком потаенном углу чтобы никто не видел можно под свое белье можно еще где-нибудь можно под матрас положить там где вы спите только колоду карт относите на перекресток вот так опять же веером нужно прямо вот так вот класть посреди перекрестка и сказать исполняйте то что было сказанного и все больше ничего отворачивайтесь уходите в течение трех дней оставляйте деньги определенную сумму где-либо или отдаете беднякам там кто просит деньги про себя говорите бери столько исполни что прошу дам еще больше когда исполнится вот обычно после этого ритуала появляется выбор большое количество мужчин начинает крутиться причем однотипных кого вызвали начинает крутиться вокруг вас из них если выбрали откупитесь неважно вы поженились нет отношения начались откупитесь отдайте вот вы значит там положили 200 рублей кладите 400 со словами откупаюсь за зазыв или за приход в мою жизнь мужчины моей мечты или того кого я звала неважно оставили ушли итак начнем я прочитаю несколько раз вам нужно 10 раз теперь смотрите на всех королей отдельно король червовый говорите если вам нужен червовый король я объяснила какое желаю мужа красивого тела человека искусства но он и любящий и искусство они знаете как смешанные то есть вот эти массы бубновые червовые он может быть и просто любящий может быть человек искусства но в любом случае кем бы он ни был он однолюб ой извиняюсь дальше бубновый король бубновый как правило либо человек искусства либо простой парень смотрите как вам больше как бы который из них больше подходит потому что червовый он он красавец как правило он всегда красивый он обаятельный притягательный и он может себя как бы везде найти итак дальше желаю мужчину простого работящего и талантливого это человек который предан своей работе он простой он не звездный но если он талантлив он может петь он может танцевать он может рисовать и так далее но он простой в душе вот более сложный как бы сложная масть это червовый король потому что он и красавец и человек искусства привлекает внимание но в то же самое время он любящий он однолюб даже если вокруг него будут женщины он будет любить вас одну нацеленность такая следующий крестовый король король крести желаю мужа авторитетного чиновника или человека государственного это крестовый король нужно класть крестового короля если пиковый король король пики желаю мужа бизнесмена делового и хитрого вот выберите какая масть вам подходит начнем вот так положите руку мир полон людей мужчин и женщин старых и молодых бедных и богатых мой посыл направляю на мужчин не на бедных а на богатых не на страшных а на красивых не на старых а на молодых королей карточная рать велю тебе мне подчиниться и вот читайте хочу призвать короля ну черви да червового короля желаю короля червового мужа красивого тела человека искусства предположим остальное вам будет напечатано отдано и вы уже сами определитесь не спешите дальше вы назвали кого вы хотите даю указ магический приказ карточному народу идите по всему миру вальты скачите его разыщите и ко мне приведите дамы колдуйте приворожите его ко мне тяните четыре масти его отыщите и ко мне гоните как свеча тает от огня жгучего так мой мужчина ко мне спешит от моего слова могучего всеми порогами всеми дорогами ведите его вселенские силы ко мне а он меня поведет к брачному алтарю силой магии вселенная придет в движение и сбудется мое желание заклято еще раз мир полон людей мужчин и женщин старых и молодых бедных и богатых мой посыл направляю на мужчину на мужчин не на бедных а на богатых не на старых не на страшных а на красивых не на старых а на молодых королей карточная рать велю тебе мне подчиниться значит призываю короля червового желаю короля червового мужа красивого тела человека искусства даю указ магический приказ карточному народу идите по всему миру вальты скачите его разыщите и ко мне приведите дамы колдуйте приворожите его ко мне тяните четыре масти его отыщите и ко мне гоните как свеча тает от огня жгучего так мой мужчина ко мне спешит от моего слова могучего всеми порогами всеми дорогами веди его ведите его вселенские силы ко мне а он меня поведет к врачному алтарю силой магии вселенная придет в движении и сбудется мое желание заклято еще раз мир полон людей мужчин и женщин старых и молодых бедных и богатых мой посыл направляю на мужчин не на бедных а на богатых не на старых страшных а на красивых не на старых а на молодых королей карточная рать велю тебе мне дать или велю тебе привести ко мне в таких делах какое-то слово не то сказанное измененное не играет роли основное просто говорите правильно остальное не страшно даже если вашими словами в любом случае главное дать как бы задание картам и цель свою указать итак желаю пубнового ой да что ж мне в голове червового короля мужа красивого тела человека искусства даю указ магический приказ карточному народу идите по всему миру вальты скачите его разыщите и ко мне приведите дамы колдуйте приворожите его ко мне тяните четыре масти его отыщите и ко мне гоните как свеча тает от огня жгучего так мой мужчина ко мне спешит от моего слова могучего всеми порогами всеми дорогами ведите его вселенские силы ко мне а он меня поведет к врачному алтарю силой магии вселенная придет в движение и сбудется мое желание заклято остальное как откупить что говорить я вам уже подробно сказала к этому возвращаться не будем я думаю что все предельно ясно и понятно сейчас извиняюсь и результат естественно вас удивит как впрочем всегда и во всех моих работах всем удачи в следующем накрыт удачи